добрый день друзья хочу показать вам свою гортензию крупнолистную гортензию вот этой я их покупала в торговых центрах но вы видели наверное продают их такие красивые блестящие зеленые листочки и с красивыми разными цветами шарами вот у меня тоже есть такая гортензия она у меня уже это третий сезон я хотела ее как бы отправить в спячку но не получается она начала расти а если гортензия начала расти остановить ее будет невозможно так что будем выращивать ее в обычных домашних условиях она у меня уже в прошлом году также росла и цвела я вам показывала видео где на 8 марта но у меня уже вовсю цвела большими красивыми шарами пыталась я все-таки ей не дать проснуться но не получилось и полив я и меньше сделала она начала видите вот подсыхать но придется теперь выгонять ее она прекрасно также зацветет у нее даже она уже смотрите листиков мало цветоносы видите сейчас фокусирую не получается фокусировать цветоносики она уже набирает что я сделала естественно я ее хорошо полила и подкормила вот такая вот у меня есть вот такое удобрение у меня есть подкормила я по-другому здесь например если на литр 3 колпачка надо добавить я на литр добавила всего один колпачок попозже туда уже начну подкармливать нормально с одной стороны ничего страшного она также будет у нас на обычном около кошки цвести расти распушиться будет такая же красивая листва у нее отцветет и летом второй раз она зацветет это я уже проходила это я уже видела вот эти вот сухие вот эти вот сейчас пенечки я все просто их отрежу или обломлю грунт у нее здесь хороший питательный потому что осенью я ее пересаживала не были более в маленьких горшочках посадила в обычные ведерки так как думаю что все таки весной она у меня проснется и будет расти у меня на улице ну ничего будет расти она у меня дома также многие спрашивают задают вопросы что делать вот с такими черенками гортензии это крупнолистная гортензия вечное лето ну а вот это считается как комнатное растение гортензия в садовых центрах их продают именно так ну я считаю мое мнение что комнатных растений гортензии не бывает вот у меня крупнолистные гортензии черенки поздние прям сентябре который я брала черенки вот они у меня стоят смотрите они вообще не одревенели они зелененькие естественно такую гортензию никуда не уберешь стоит она у меня под лампой но также можно если нет вам можно поставить на подоконник конечно чтобы я не было жарком уход у нее обычно я за ней ухаживаю кормлю я ее также корму я тоже вот этим вот препаратом так она и будет расти до весны и уйдет потом на улицу в грунт она хорошо нарастет но буду показывать периодически вам наблюдать за ней будем вот тоже гортензия тоже была посажена также где-то в конце августа в сентябре тоже таким же маленьким череночком но она смотрите успела древенеть я и помогла сбросить листву то есть я ее обрезала и убрала ее здесь теперь уже будет прям полив минимальный главное не пересушить потому что горшочки маленькие грунт сохнет очень быстро поэтому за этим надо наблюдать и стоит она у меня в темном прохладном помещении вот она уже ведь тоже выпустила новую почечку вот но она одревенела поэтому она спокойно переживет зиму в прохладном помещении если у вас есть конечно прохладное помещение градусов 35 вообще было бы идеально у меня пока таких условий нет так как на улице теплом я храню на втором этаже на втором этаже у меня тоже тепло на данный момент у меня там 12 градусов конечно это многовато и растение будет просыпаться в течение зимы обязательно за ними смотрите если у вас тепло она тронется в рост что я заметила в бесконечном лете она может тронуться рост она начнет расти набирать хорошо листву прям хорошие листочки наберет цветоносы для того чтобы зацвести и в итоге дома эти цветоносы отвалятся они не зацветут это я говорю именно про бесконечное лето а вот эти вот они спокойненько цветут поэтому лучше не торопиться и держать их холодном помещении как можно больше чтобы уже можно было на улицу это где-то апрель до у нас но чтобы не замерзла естественно на смотрите по погоде чтобы можно было вытащить на улицу и чтобы на улице она у вас стояла и на улице она уже пускала свои листочки распускала свои пенечки если у вас уже она начинает где-то расти в конце марта в начале апреля можно вытаскивать ее на улицу днем когда нет минуса на ночь заносить ее чтоб ее не затронул мороз если ее немножечко даже ударит мороз в растение не погибнет но цвести она не будет потому что она цветет на побегах прошлого года то есть вот эта гортензия у меня зацветет вот из этих вот новых побегов она зацветет конечно она будет не таким пышным потому что сам кустик еще молодой а те кусты которые у меня уже большие сидят 10 литровых горшках они будут цвести пышно а это еще раз повторюсь будет у нас стоянно на огне но под лампами у кого как и будет расти главное поливайте вот это вот растение надо часто поливать гортензия очень любит полив и смотрите от клещей потому что воздух сухой клещик может только так сожрать если видите у вас растение стояла хороших хорошие и резко начали падать листья это не от того что она почувствовала что пришла осень и скорее всего начал жрать ее клещ ну вот на этом буду заканчивать свое видео что не сказала спрашивать в комментариях обязательно отвечу а за этой гортензии будем следить периодически я буду показывать как она себя чувствует и что с ней происходим все большое спасибо пока пока